Здарова, копать! И сегодня у нас Redout. Это гоночная аркада. А разработчики утверждают, что это новое поколение олдскульных игр. Что за бред и как это понимать, вопросы не ко мне. Само понятие Redout это прилив крови к голове при отрицательной перегрузке. Ощущения, мягко говоря, не очень. А сам логотипчик мне почему-то кое-что напомнил. Но я не скажу что, догадайтесь сами. Итак, графониумом тут заведует Unreal Engine 4-го поколения. А в минимальных системных требованиях написано, что вам потребуется i3 с частотой 2,6 ГГц, 4 ГБ оперативки и eForce 560. Но странное дело. В настройках почему-то нельзя выставить разрешение, а присутствует такой странный параметр как качество разрешения, которое измеряется в процентах. И за 100% они приняли Full HD. А мне остается только догадываться, что сподвигло их на такой странный поступок. Может быть они и ботинки покупают по размеру в процентах от 38,5, а больше 100 выставить не могут, поэтому ботинки им постоянно жмут. Но да ладно, сам выбор Unreal для гоночек это как минимум негуманно, потому что требования количества кадров тут даже жестче, чем в экшенах. А мне на 7 850 пришлось выставить вообще все на минимум, чтобы добиться хотя бы 60 кадров. Можно конечно еще рассказать про графику, но на нее просто некогда смотреть. А когда вылетаешь с трассы, то выглядит это как-то не очень. Сами трассы сделаны именно дизайнерами. Смотрится это конечно красиво, но на них довольно много слепых поворотов. А прямая траектория полета с трамплина может кардинально не совпадать с дорогой. Поэтому трассы придется буквально заучивать. Впрочем, их не так и много. 4 локации по 5 трасс, то есть всего 20 штук. Транспортных средств здесь тоже по сути 6, потому что дизайн модели в другом классе практически не меняется. Хэ, халтура. Ладно, это я уже придираюсь. Наши машинки можно прокачивать и обвешивать модулями, которые тоже можно прокачивать. Все это делается за деньги. Также у нас растет уровень, с которым открывается доступ к другому классу. Ну, вроде бы все логично. Но вот у меня сложилась такая ситуация, что я потратил деньги на апгрейд, а по карьере нужно было купить новый гиперкар другого класса. И пришлось мне снова проходить первые миссии, чтобы накопить деньжат. Сама карьера будет длиться около сотни гонок в различных режимах. И повторюсь, это на 20 трассах. Ну, сами думаете, надоест вам это или нет. Конечно, тут есть разные режимы, но большой разницы между ними нет. А чтобы двигаться дальше, надо как минимум занять третье место. Я вот все говорю про карьеру, но сюжета здесь нет от слова совсем. Ну, наверное, это в духе олдскула, но современной аудитории такой подход будет малость непонятен. Еще разработчики гордятся, что прикрутили физическую модель из самого физикса. И сразу думаешь, как же это круто, молодцы. А потом осознаешь, что это довольно реалистичная модель летящего кирпича. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Можно было бы вообще обойтись без физики. Разницы мы бы точно не заметили. И самое обидное, что после всего этого у нас нет тормоза. Ну, то есть он есть, и мы с 800 км в час почти сразу же останавливаемся и теряем время. Поэтому им не пользуешься и таранишь стены. Благо, они для этого тут и существуют. А теперь надо пару каках кинуть в сторону управления. Итак, мы не можем переназначить кнопки в игре. Вот хочу я стрелочками рулить, а всадом наклонять машину. Но разработчики решили наоборот, и рулить мне придется левой рукой. Да, фигня, подумал я, и взялся за макросы, чтобы все это переназначить. Написал, протестировал, работает везде, кроме этой игры. Разработчики, вы ебутые садисты. Вы прикрутили аж три раскладки к сраным геймпадам, и даже не почесались сделать хотя бы конфиг для клавиатуры. Это вообще как называется? Свинство, вот что это. Ну и конечно же, тут есть возможность покататься по сети с такими же фанатами олдскула. В итоге, если вы фанат, и если у вас мощный компьютер и геймпад, то игра определенно понравится. Остальным же стоит пройти мимо. Вот и все. Всем пока и подписывайся. Ну че ты как этот-то, взял да подписался, жалко что ли?